Интернет портала Голос.ua. Сегодня у нас в программе час со звездой. В гостях хореограф Рада Паклеттару и солистка театра Киев Модерн Балет Анна Герус. Здравствуйте. Привет. Итак, через месяц премьера. Я так понимаю, на каком ритме сейчас работаем? Ну, учитывая, что у нас еще и завтра премьера в нашем театре, то ритм очень плотный. Завтра состоится премьера спектакля «Пробегая жизнь» хореографа Артема Шошина и артиста нашего театра, где занят и Анна тоже. Так что мы работаем в очень усиленном. Это графики. Так еще, помимо всего прочего, до нашей премьеры «Эйта Жизели», которая состоится 9-10 апреля в Жжафнео, у нас еще две недели гастроли в Голландии. Так что все очень плотно. Анна, как вы вообще выживаете? Это вопрос, конечно. Как вы в таком вешенном ритме живете? Как все успеваете? Когда входишь в ритм, то как-то более собранно и все успеваешь, в принципе. И спишь меньше, но все есть. Сколько меньше? Сколько сейчас? Вот перед премьерой, в таком плотном графике, сколько вы спите? Ну, бывает и 4 часа спишь. Бывает 6. 6 это уже, наверное, рай просто. Перейдем к Жизель, которая премьера будет 9-10 апреля, правильно? Вот у нас несколько вопросов по поводу Жизель. Лозунг вашей Жизель, мы появляемся на свет, чтобы любить и настоящую любовь сильнее всего на этом свете. Что такое настоящая любовь для вас? Для вас рада и для вас рада. Ну, вообще, на мой взгляд, есть очень много определений слов. Слово «любовь». Многие говорят, что любовь – это Бог. Ну, в принципе, вот все, что я хотел сказать по поводу любви, я сказал в этой фразе, которую вы процитировали. Ну, на мой взгляд, главное – это предназначение человека на этом свете. То есть мы появляемся здесь для того, чтобы любить. Больше этого сказать мне нечего. Возможно, у Ани есть какие-то варианты. Ну, тут смотря, как задавать вопрос в плане близких отношений, отношений в паре, или тоже, как Аду говорит, любви в целом. То есть, если говорить о, наверное, отношении двух влюблённых, то, наверное, даже то, что касается Жизели, это вот не ожидая ничего, просто ты любишь, и ты готов всё простить, и тебя не обижает это. Тебя невозможно обидеть, потому что ты просто любишь. Наверное, так. Хлопоко. Я по поводу любви хотела бы спросить. Главное – любовь к какому-то человеку, или любовь, может быть, к делу, к творчеству? Ну, конечно, это может быть любовь и материнская, любовь к сыновьям, любовь к другу, любовь к… да ко всему, Господи. Ну, просто я помню, у меня преподаватель была такая умная по зарубежной литературе. Она говорила, если человек уже любит, то он уже прожил жизнь не зря, если он ему дался такой дар, что он может любить. Прекрасно у вас был преподаватель. А вот иногда, если это не взаимная любовь… Это неважно, это совершенно неважно, это совершенно неважно любовь, а это обгораживает человека, неважно, взаимная она или нет. Подходим дальше к балету. Раду, если допустить, что Жизель не балет, а психологическая игра, кто вы в ней? Наивная и чистая Жизель, коварный Альберт, вседелывающий ради своей выгоды, справедливый Ганс или щедрая Батильда? Ого. Много всего. Да, ну я… Могу повторить. Не-не-не, прекрасно, я знаю всех этих людей. Вот. Ну вы знаете, я счастливый хореограф, я себя не ассоциирую никогда с персонажами в спектакле, потому что на самом деле они живут своей жизнью, я живу своей жизнью. Я просто даю им возможность проявляться и прожить эту жизнь полной, как бы дыша полной грудью. Вот. Поэтому не обязательно хореограф, который ставит, например, Отелло, балет, он не обязательно должен до этого попрактиковаться и первых своих трех жён задушить. То есть это совершенно не обязательно штука. То есть можно двух. Не обязательно чувствовать себя в этой роли, не примерять на себя. Когда мы придумываем, грубо говоря, хореографию, спектакль, мизансцены, взаимоотношения, во-первых, это происходит вместе со всеми ребятами, которые участвуют в этом. Я всегда прислушиваюсь к их мнению. И в итоге, конечно, принимаю своё это решение, но очень часто это принимаю их тоже, версии какие-то. И это процесс, в который ты вовлечён, но ты не ставишь себя постоянно на месте одного и того же персонажа. А актёры часто предлагают свои коррективы, какие-то свои мировоззрения по поводу... Пока Ани нету, могу сказать, что часто. А вы соглашаетесь с этим? Очень часто, ну не знаю, как часто. Очень странно в процентном это отношении даже это уверять. Я знаю, что я когда работаю с артистами «Те-то Киев, это модерн-балет», то, грубо говоря, их идей, их каких-то находок, их предложений, намного больше, чем когда я работаю с другими балетными трупами, какие бы они статусные не были. Потому что вообще в балетном мире не очень принято перебивать хореографа и предлагать что-то своё. Да, они стоят и слушают, и показывай нам что-нибудь. И неважно, Большой театр, Мариинский или Гранд-Опера или так далее, они просто стоят и ждут, когда ты их научишь делать что-то. У нас же нет, у нас же бурлит какая-то творческая энергия, какие-то предложения и так далее. А они не исключение. Очень много предлагают. Вы предлагаете, да? Хотела уточнить у вас. Вы предлагаете или всё-таки как станок делать то, что надо? Нет, предлагаем. Мы прямо добиваемся иногда упорно. Сколько раз вы предлагаете или настаиваете? Нет, ну просто творческий процесс. Если у тебя возникает какая-то идея, то ты предлагаешь. Если ты сможешь со стороны и тоже видишь, что можно пробовать по-другому, оно может работать, ты можешь предложить этот вариант. И можно попробовать, если это и вправду работает, чем не оставить. Могу сказать, что более конкретный это пример. Мы ни в коем случае, Саня, не будем рассказать про что наша ЖЗель. Вот так, в всяком случае. Мы не проговорились ранее. Но во втором акте есть трагическая сцена Жизели и Ганса, которая на самом деле нет в классической версии. Они там не встречаются во втором акте. У нас они более чем встречаются. И я пришел с тем, что у меня было написано в моем... Это либретто в моих... Это наметках. Озвучил это актерам в зале. И Аня сказала, нет, мне кажется, это неправильно. Надо сделать так и так. И я послушал Аню, она была очень убедительная, и мы сделали именно ее версию. Анна, к вам вопросы. Добрый день. Анна, как ты попала в Киев Модернбалет? Что ты заканчивала? Я заканчивала Днепропетровскую хореографическую школу при театре оперы и балета. То есть я классическая балерина по образованию. Потом я 7 лет работала в театре, в артистской балете. И потом я приехала на сессию в Карпенко-Карова. И попросилась Краду позаниматься, чтобы быть в форме. И я увидела этот театр, влюбилась в него. И буквально на днях проходил кастинг. И я решила попытать счастье, будучи вдохновленной. Я даже не столько думала, что я хочу прямо туда попасть именно в театр, потому что я работала в театре уже. Сколько мне было вообще интересно, смогу ли я сделать так, как это делают ребята, которые были тогда в театре. И так получилось, что я прошла. И когда мне сказали, что да, я подумала, все, бросаю, переезжаю. У меня была одна сумочка вещей. И я просто осталась. И по почте отсылала заявление об увольнении. Так вот. Ну, все равно стоит вопрос, ты не жалеешь о своем решении танцевать у Раду? Нет, не жалею, абсолютно. И я думаю, если бы я тогда не попала к Раду, я бы уже очень давно не танцевала. Восемь, наверное, я бы точно уже не танцевала. Поэтому Раду, как бы дал в этом плане второе дыхание. И танцую я только благодаря этому, наверное, сейчас. Раду, чем вас покорила Анна? Вот какие творческие у нее данные? Тогда или сейчас? Не уточняю. Можем и тогда, и сейчас. Нас времени много. Ну, могу сказать, что это вот, что у меня достаточно избирательная память. И я очень плохо помню, что было много лет тому назад. Сколько лет тут тоже в театре? Театр 10 будет? Да. Это 9,5. 9,5 лет. Вот. И поэтому я не помню самого момента кастинга, я не помню, как мы встретились. И сейчас могу сказать, что удивительным образом из человека, который вот пришел незаметно в театр, Анна преобразилась, как, не знаю, волшебная птица Феникс, преобразилась в нашу солистку, ведущую балерину. И на, в принципе, на ее вот этих хрупких, это плечах сейчас лежит весь этот репертуар нашего театра. И это и Кармен, это и Адилия, и Адетта, и Маша в Щелкунчике. И все не перечислить даже. То есть, ну, все ведущие, все ведущие партии, которые есть у нас, все есть в репертуаре Анны. И, конечно же, когда я задумывал, задумывал свою, это же Зель, это происходило в Голландии, я писал это, либо это, прошу не смеяться, я не употребляю наркотики. Вот, и когда я думал про этого персонажа, то вот передо мной стоял в моих мыслях паркет Анечки. Так что, если будет странный персонаж, то это не я виноват. Да, не я виноват. Анна, кто твой любимый партнер в театре? Ну, естественно, что не сказать Алёше Бусько нельзя просто, потому что это человек, который, я не знаю, что бы ты ни делал, он тебя никогда не уронит, упасть невозможно просто. И можно станцевать любой, по-моему, спектакль вообще без репетиции уже. Как бы очень люблю танцевать с Димой Кондричуком, очень бережный партнер, очень актерский, такой многослойный, насыщенный. Это всегда можно сделать потрясающую какую-то импровизацию прямо на сцене, чтобы ты поймёшь, что человек с собой в контакте в полном. Вот, ну, Серёжа, он у нас в этом уже не танцует в этом сезоне, но вот выходили на сцену, было очень приятно выйти и тряхнуть стариной до эти. А со стремлением, ребят, сейчас много новых, пока не могу сказать, потому что они не настолько ещё станцевались. Тут есть дальше вопрос от других читателей. «А, нет, я не хотела бы стать в пару с Илюшей, вы хорошо смотрите вместе, два секс-символа, ты чёрненький, он беленький». Получилось бы, что получилось бы, не написано. Пошла жара, пошла жара. Мы с Ильёй танцуем в долгом рождественском обеде, выходим вместе. Ну, я не знаю, я не могу сказать, потому что ещё нет такого опыта в плане партнёрства. То есть где-то, да, мы выходили уже вместе, а там это творческий процесс. С кем назначить, с тем танцуем. Илья, кто на себя просил, Илья только что пришёл в театр, и у него ещё нет столько партий, чтобы... Ну, каждый ввод, ведущую партию, это реально месяц надо поработать. А он работает только всего ничего. Так что всё впереди. Рада, вы как-то говорили, что планируете к десятилетию театра серию мастер-классов от своих артистов. Вы отказались от этой идеи или нет? Я не помню, что я это говорил. Я могу рассказать, что это вот, что мы планируем и десятилетию театра. Ну, в первую очередь, конечно же, первой ласточкой, это наша премьера, это же Зель. Она немножко загодя происходит, не совсем в десятилетии, но 10 лет это для театра остроенной хореографии, который изначально был частным театром. То есть это не государственное большое какое-то предприятие. Это достаточно большой срок. Поэтому мы планируем, естественно, посвятить нашу жизнь десятилетию театру. Не факт, что это будет последняя премьера. А когда ровно 10 лет театру? 24 октября будет. 24 октября? Да. 25-е. Это 10 лет назад. Мы меряем наш возраст со дня премьеры балета, Кармен. То есть не со дня подписания статута или каких-то документов, не со дня регистрации юридического адреса. Мы все-таки творческий коллектив, и первый наш выход на сцену это была Кармен. 9-го, 10-го, естественно, состоится Жизель, и это замечательный повод, чтобы начать праздновать десятилетие. В фойе Октябрьского дворца состоится большая фото-выставка совершенно замечательного фотографа Сергея Ифанова. Человека, который на моей памяти, наверное, самый лучший фотограф, который занимается современным танцем в нашей стране. Я уже говорил про это, скажу еще раз, что, в принципе, искусство фотографа, который занимается танцем, это очень сложное. Это искусство, потому что это классический танец, очень тяжело, потому что это быстро. То есть движение очень быстрое. А снимать современный танец вдвойне тяжело, потому что это обычно быстро, да еще и темно. И Сергей настоящий мастер. Это будет не только выставка, посвященная спектаклям, это будет выставка, как бы вскрывающая чуть-чуть закулисную жизнь театра. И, возможно, это будет интересно. Мы сможем показать нашу Жизель и порадовать зрителями таким гранд-зрелищем. Это гранд-спектакль, это очень дорогой проект, благодаря тому, что наверняка поклонники нашего театра знают, что наш театр изначально был меценатским. То есть в 2006 году по инициативе Владимира Филиппова, нашего первого, этого мецената был создан наш театр. Это вообще его идея создания, театра не моя. Мне предложили, я не смог отказаться, проявил слабость. И наши золотые годы были, когда мы были под меценатским. Это крылом. Очень много было создано спектаклей. Это и Кармен, и Болерудочка, Эксперимент, и Филкунчик, дорогие, большие проекты, Underground, Палата Нвер-6. С той поры, как в 2009 году, к сожалению, Владимир Владимирович не смог с нами больше сотрудничать, потому что это был кризис. И, несмотря на это, он наш большой друг, вот он буквально завтра будет на премьере, пробегая жизнь Артема Шушина. Вот. Я все это время искал мецената. Я счастлив, что только десятилетие театра я могу сказать, что мои поиски это завенчались, это увенчались, это успехом. И сейчас с нами рядом совершенно замечательный человек, ценитель искусства, бизнес-леди Людмила Терусалин и ее компания «Статус», которая полностью взяла на себя финансирование всей «Жизели». Это очень дорогой проект. Я вас это уверяю. Я был уверен, что в очередной раз это будут мои личные деньги. Я такой странный хореограф, который ставит балеты за свои деньги. Вот. Но я счастлив, что у нас появился человек, который понимает, что будущее, и это возрождение вообще Украины в новом виде, это в первую очередь возможно только благодаря тому, что будет активная поддержка культуры. Из этого иного пути нет. Все это замечательно. Антикоррупционные комитеты, меняем милицию на полицию и так далее. Но если не будет поддержки культуры, это не даст никаких результатов. И то, в какой стране мы будем жить, в какой стране будут жить наши дети, внуки, это все зависит от того, насколько больше, это насколько много, много внимания на данном этапе мы будем уделять культуре. И это не мои слова, это слова Людмилы, это Владимировны. И я счастлив, что такой человек появился с нами рядом. Глинда говорил, как я, да? Да, много. Аня, что делать Раду Паклетару, чтобы удержать в своем репертуаре такую солистку, как ты? Ничего. Держу ее. Просто держите. Скоро у вас спектакль у Шошина, а в рекламе у вас очень много написано про костюмы и вообще не написано про артистов, которые будут танцевать. Я, например, ничего не знаю про Нехилона Кравченко, Галина Гринки, Владислав Евтушенко, Ольга Онищенко. Зачем вы так странно пишете рекламу к балету? Артисты не обижаются? Ну, не я занимался пиар-компанией этого балета. Вопрос еще в том, что в этом спектакле занято очень много людей. Артем очень много привлек людей, которые не работают в театре Киев Матернбалет. Это и учащиеся Кияночки, правильно? Ну, Илона. Илоны, ну тогда еще было учащиеся Кияночки. И артисты балета это классические, это муниципальные, это оперы. Возможно, с этим связаны. Но вы не вникаете вообще вот в рекламу, вот как она делается? Ну, я стараюсь, конечно. Знаете, я просто думаю о том, что творческая энергия человека, она все равно лимитирована. И если я полностью погружусь в подробности рекламы, количество выходов, сетилайтов, выходов в метро, спонсоров, логотипов их, я просто погибну. И я приду в зал вечером, и я буду человек-логотип. А я должен быть человек-хореограф. Кажется, должен заниматься своим делом. Анна, в свое время народная артиста сказала, что в вашем танце, в вашем танце такие слова Анна Герус, после ее танца я влюбилась в Фебису Чавеллу Варгас в Болеро. Она танцует очень сексуально. Как, по вашему мнению, сексуальность – это врожденное качество танцовщицы, или его можно наработать при помощи тренировок? Я, наверное, если честно, я вообще не совсем понимаю, что такое сексуальность на сцене. Но зависит от образа, смотря какой это образ. Где-то это уместно, где-то это вообще будет неуместно. Поэтому это тяжело сказать. И, наверное, для каждого в этом будет свое, что он находит сексуального данного исполнителя. Поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я могу добавить, что меня бы насторожило, если бы я зашел в зал в балетный, а там артистка театра Киев-Модерн-балет работает на связи с сексуальностью. Это было бы очень странно. Чем занимаешься? Работаю над сексуальностью. Анна, представьте, что вы одна на пресс-конференции, рад где-то задержался. Ответьте честно, как сторожил театр, а какой состав артиста был самым сильным? Самым сильным? Тут сложно сказать, потому что лично мое мнение, что все спектакли, которые ставились с предыдущими составами и с первыми, те спектакли лично для меня были ярче, наверное, с тем составом. А те спектакли, которые ставятся сейчас, они, конечно, очень хороши с артистами, с которыми сейчас они совместно ставятся. Театр очень сильно поменялся, и если раньше, допустим, может, было больше какой-то экспрессии, и каждый был настолько харизматичен, индивидуален, что ты просто думал, вау, насколько каждый человек уникален просто. а сейчас ребята техничные, да, данные хорошие, но вот более все как причесанное. Поэтому, просто, как я бы сказала, наверное, два разных театра, то есть тот киев модерн балет, этот киев модерн балет, и какой из них лучше сказать сложно, наверное, на любителя, кому что важнее. Раду вопрос. В последнее время из вашего театра ушло много артистов, и на удивление они ушли не куда-то, а зарабатывают длинный рубль в другие танцевальные коллективы. Апачи Крио, театр, Козыря, Опен Арт. Вам не кажется, что из-за того, что в киев модерн балете артистам, которые же давно танцуют, стали меньше давать проявлять себя? Нет, ну просто, вы знаете, я могу сказать, что это нормальный, естественный, процесс в любой труппе. Конечно, если это какая-то мега супероплачиваемая труппа, то люди чаще всего держатся за место, их оттуда выносят вперед. Это ногами спустят, это 20 лет их работа. Если мы говорим про творческие коллективы, то это повсеместная практика, и люди это мигрируют в поиски. Кто-то ищет деньги, кто-то ищет больше творчества, кто-то ищет другого творчества. Могу сказать, что был такой великий хореограф Морис Бижар. Это абсолютная икона середины 20-го, ну и конца, это 20-го века. И он помимо всего прочего, замечательный писатель был. И он описывал, как он познакомился с парой социалистов из Италии и пригласил их себе работать в театр. Они приехали, совершенные звезды, и через год они покинули трупы, потому что, ну вот, как-то, какой-то диссонанс, что-то хотелось другого. То есть, если у Бижара это возможно, это была культовая трупа вообще всего, всего, это 20-го века, то, естественно, этот процесс можно запараллелить с любым другим творческим коллективом, который занимается танцем, и не танцем тоже. Вы еще вот состоялись ли запланированные в прошлом году гастроли Швейцарии, Италии, Израилей и других странах? Что-то состоялось в Турции, состоялось в Швейцарии, нет. То есть, вы знаете, сейчас вообще во всем мире вот с кем мы общаемся очень много отмен гастролей, потому что, ну, знаете, кризисные явления, они, конечно, не в той степени, которые есть в этой Украине, но они есть по всему миру. Вот. И, естественно, покупательная способность падает, и люди думают, на что потратить эти 30 евро или 50 евро, которые они должны отдать за билеты. Ну, поиски гастролей, как бы, переговоры с этой импресарией, это моя постоянная забота, и даже и специального, сейчас нагло, специально обученного человека, который конкретно занимается гастрольной деятельностью и ищет контакты за рубежом, потому что, конечно же, театр, он живет от премьеры до премьеры, но всегда хорошо, когда ты выпустил эту премьеру, и помимо наших постоянных гастролей, по этой Украине, мы, наверное, самый, это гастролирующий театр в нашей стране, когда есть гастроли за рубежом. Ну, могу сказать, что вот сейчас, вот, с процентной вероятностью 99,9, это процентов, Бельгия, это Людмилович, это Люксембург и Голландия, которые, вот, это намечено буквально через несколько дней, они состоятся, то есть, если не пройдет, это в Котас, суперфорс, это мажоры, есть еще и дальше какие-то гастрольные. Столько выступлений даете вот за границей? Вот вы приезжаете, это одно выступление, это несколько. Не веду статистик, но можно, можно приехать на фестиваль, там, не знаю, в Турцию и дать два спектакля, а можно поехать, там, у нас бывали гастроли в Голландии, я насчитывал до 20 щелкунчиков, то есть, ну, это, нету системы. Вот вы уезжаете сейчас в Люксембург, вы сказали, да? Да, это очень-очень небольшая гастрольная поездка, всего 4, это спектакли и 3 страны. Это все очень близко, это не Украина по размерам. Нет, это понятно, там совсем другие размеры, там быстрее можно добраться в другую страну. И там дороги лучше. Быстрее. И театры. Тут такой финансовый вопрос, хотелось бы спросить о таком, вот от вас часто можно услышать, что ваши артисты мало получают, около 110 евро, но некоторые из них, к примеру, ваш солист Артем могут себе каждый год позволить довольно дорогой отдых на Гоа, в Испании, Франции и других странах. Откуда тогда деньги на такие ежегодные путешествия? Вы не против того, что если ваши танцоры где-то еще подрабатывают? Никогда не против. У нас практически все, наверное, это работает. Ну, большинство имеет такие-то подработки, мне кажется, было бы совершенно нетактично спрашивать, ааа, у тебя новая машина, где ты деньги взял? Ну, слава богу, есть деньги и есть. Нет? Нет, это хорошо. Это вообще глупо считать чужой доход? Ну, да, я считаю, что это неэтично, скажем так. Не считаете чужой доход? Такой вопрос, уважаемый рада, в октябре месяце пресс-секретарь вашего театра Наталья Рудник, я так уже думаю, вы понимаете, о чем будет вопрос. В официальной группе вашего авторского театра дала публичное заявление. Прошу про бачення, что сейчас прокоментую все выше сказанное, но есть такие штуки, как черный пиар. Это все для того, чтобы пробудить социум, меценатов и политиков, которые байдужи до культуры. На жаль тому, нашу команду это было сделано прессой, пресса выдраговала и лише. Вопрос в следующем. Действительно ли ваше заявление о закрытии театра в 2013 году было черным пиаром с целью привлечь внимание к театру, как заявляет ваш менеджер? Если нет, то почему, с какой целью она делает публичные такие заявления? Я могу сказать от своего и личного это имени, что когда, это был, по-моему, в 2013 году, 13-й там написано. Я совершенно, я был в совершенном отчаянии, потому что из театра это уходило из 21-го 9 человек. Это реально это, ну, это был крах всего репертуара. Я был это настроен крайне пессимистично и тогда совершенно не получилось у меня диалога с министром культуры тогдашним господином Танова Хатько, он человек такой старой закалки и я чувствовал, что никакого движения на встречу у меня просто, ну, просто его нет. И поэтому я очень устал тогда это бороться за театр, за его существование и заявление было сделано совершенно искренне. То есть ты не был не черным пиаром? Ну, черный пиар и я такие вещи несовместимые. Вот. А прошло лето, мы все отдохнули, я тоже. Набрали сил. Набрали сил, наступил сентябрь месяц и я вдруг понял, что самое простое, что можно сделать, это закрыть театр. И мы сделали еще одну попытку, провели кастник, набрали новых девять человек и вот они не дадут мне соврать, мы не вылезали из зала, мы просто восстанавливали весь этот репертуар. И когда мы там, не знаю, поставили щелкунчик, так вот расставились, кто где есть на своих эльто-местах, я так смотрю и вспоминаю, по-моему, это Руслана и Людмилы, да, о поле, кто тебя усеял мертвыми костями. То есть спектакля не было вообще. Ну вот и потихоньку работа, работа. Это сезифов труд, через который нам приходится проходить достаточно часто, но вот Аня об этом говорила, о том, что состав меняется, люди меняются, эстетика, может быть, меняется от театра, но когда я смотрю на записи спектаклей с шестого, с седьмого года и на качество танцев сейчас, мне лично больше нравится эстетика, которая есть сейчас, когда появились лидии, когда появились ну мне вот меня трогает сейчас больше. То есть мне кажется, что трупа очень-очень выросла. То есть театр, я так понимаю, не может стоять на месте. Он должен развиваться и какие-то новые коррективы вносить. Ничего в этой жизни не может стоять. Это на месте, кроме памятников. Вот так вот. И кто в нашей стране видите постоянно? Если бы тогда вы закрыли бы театр, чем бы вы занимались? Никогда не отвечаю на вопросы, в которых есть частицы бы. если бабушка была бы дедушкой, то это была бы совершенно другая сказка. Но вы какую-то альтернативу тогда к себе смотрели, вот как-то жить дальше, это любимое дело, это дело всей жизни. Ну, ставил бы дальше. Я просто ничего больше не умею. Я еще умею неплохо готовить, но вряд ли бы я стал поваром. Вы сегодня не сам пришли. Сами. Не сами. Не сами. Сами друг. Можете показать нам его? Кто это и как его зовут? Его зовут Оскар. Это best-filing white terrier. Ой. То есть у вас уже есть свой личный Оскар? Да. При том, что было смешно, я сейчас занимался, помогал, ну, чуть-чуть, посильно с организацией нашего национального отбора Евровидения и шла по коридору Джамала и говорит, о-о-о, собачка, собачка, так, можно сфоткаться. Значит, вот, короче, я взял это на руку, я сфоткал, выложил в интернете и комментарии были такие. Джамала Евровидение еще не выиграла, а Оскар уже получил. Леон столько о нем мечтал тоже, а у вас уже давно есть. Всегда присутствует ваш друг Оскар? На репетициях, да. Как он себя ведет? Я так смотрю, вот он в сюрприз-конференцию сидит тихо, его не видно, не слышно, так же само на лепетчице. Да, он знает, что пока играет музыка и люди прыгают, надо сидеть вдоль стенки. И он почему-то знает, что это вот, он каким-то волшебным образом понимает, когда репетиция закончилась. Он что, вскакивает и бежит в центр. Все, ошляет. На премьеру он ходит? Да, он постоянно ходит со мной. У меня все, все порталы, все телеканалы, все радиостанции, все кафе и все рестораны в этой стране делятся на две категории. С собакой нет? Можно с собакой и нет. Вот все, которые с собакой нельзя, это плохие. Закрасно. И наше время подходит к концу. У нас сегодня в гостях был Оскар, был Раду Паглетару и Анна Герс. Ребят, вам слово к нашим читателям, зрителям. Начинай. Я почему перевожу это стрелки, потому что я ненавижу Приму Ильич без этого вопроса. Пожелайте что-нибудь нашим читателям. И все, у меня супор сразу. Поэтому, Анечка, давай, отдумайся за меня. Приходите в театры, интересуйтесь, интересуйтесь не только танцем, интересуйтесь разным искусством. Это обогащает, это помогает в жизни. И я думаю, что даже благодаря этому многие жизненные ситуации вам будет как-то проще понять, решить. И это важно для жизни, это важно для вашего личного роста. Поэтому приходите в театры и развивайтесь. Можно добавить? Конечно. Да. Спасибо большое. До встречи.